смотри как светится вот это вот очень красивая там 300 400 прикасались это все делали на такие нюансы обращать внимание ребят всем привет находимся сейчас городе сергий фасад я алик друг алика это серёга командир подпольная подпольная поняла командир а почему командир командир для друзей командирша почему командир потому что он является командиром страйкбольной команды нашей там на ставрополе все понял серенький его зовут серго зафиксирует приехали в святые места сегодня ребят хотим посетить сергиево троицкую лавру с аликом еще в прошлом году собирались съездить выгнать без изгнать бесов из нас так что смотрите как добраться в москве едем на станцию метро в днх потом пересаживаемся на автобус 388 388 200 рублей полтора часа и мы в сергиево посадили раньше 145 было да 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 когда садитесь ребят билеты не выкидывайте почти на самом подъезде контролеры ворвались и начали нас кошмарить кошмарить да нет не вырубил не вырубил ребят ваши билеты нет билет нет билет ну ребят ну тут же билеты эээ ты что не людский ребят ну только положено штраф платить ээээ сади сади дорогой сади как вот не заругаться да и тут Даня с вал этой с пиздолетом типа забудьте штраф обезьяна да я себе сейчас один бесплатно смогу 5 5 этих китай не работают только в россии полная сумка али сегодня как лимбийский это разоделся посмотри какая сусальное золото это может быть даже не золото у нас в городе есть церковь то есть и они сделали там оксид титана то есть он точно так же выгода окисляет а не темнеет да 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 человек сделали короче то ли медными то ли латунными натертыми они за месяц вообще потускнули а потом потом купола вот так вот отпустили думаю неужели оксид титана да вот мне это оксид титана ну вот ребят вход в сергию троицкую лавру ну надо снять как бы можешь не снимать ты жалик не так потом чтобы нарезать там какие-то вход там так да очень много туристов сейчас посмотрим что там алик делает сейчас ребят секунду не работает ни один паки стоп ты чё играешь потому что мы святых местах ну я уже заметил больше глушит энергетика ну конечно а вот она сады как красиво сделано да так ну как начинаем осмотр правильно по часовой хотя можно в центр ворваться потом лучами до ну да но нельзя там закрепить допустим служба идет не пускай вообще смотри какой мы приехали совместить посмотреть архитектуру или очень красивый архитектурный ансамбль ансамбль да вот так говорят ну это по-умному я скажу как гремлю тоже вроде как называется да или нет но выглядит на карте как очень большим красиво в общем мы решили приехать просветиться просветиться прикоснуться к святым местам потому что вот что один кто-то там храме поймал покемона подожди нарышкин нарышкин да а тут такой сервис ты что не знаешь даже тебе рассказывать не буду я потом объясню все и вот и сейчас мы его на ней захоронение тоже ставим да посмотрим боярец полководен первый русский генералиссимус шейн получается смотри хоронили первый русский генералиссимус да хоронили необытия во первых серёг во первых на территории храма и во вторых прокачанном вот этом посадском сервере лавне два в одном получается комбо комбо суша часовня глянька как вот мы сейчас в часовню и пойдем до везде конечно но время 12 ну нам-то часик полтора походим походим потом сходим потом надо это карине подойти архиепископ ником где-то здесь до 800 да здесь а и сможет молодую почему все может быть молодой до 30 лет допустим тогда знаешь какие репрессии были может его грохнули а да тогда же их это советская власть вон там да а значит годы службы вот это вот очень красиво и луковичные вот эти вполне возможно что это может быть и не отсюда наполним а розу социальных золота еще что хотя я думаю революционных моментов все так видишь социальное золото там не сильно аж много этого там целая проблема с ним работать если честно то есть наклеивать целая проблему командир шарит в этой теме для слушать чем хотя можно где-нибудь потом зайдем и спросим самое что интересно вот видишь вот эти узорчики на скате крыши сбоку да да то есть это уже свежак и судя по всему это уже лазерная или плазменная резка на пусть он как делали вот по тонкости металла то есть и звезды тоже видимо до нее нет звезды штамповка ну ручная как потому что ради небольшое количество звезд сделать штаб это очень надо ладно там будет стоить я порану церкви тоже деньги есть усилий сереньки у церкви денежка хорошая не на один не на одну поезд вот а вы еще возьмите внимание на такие помещения вот это я буду говорить что рената что это такие вещи лень снимай скажем так соответственно делали вручную артежники давным-давно и почему вот когда она строилась да то есть не сейчас это новодел да где-то восстановленные на самом деле ручная руки то есть там триста четыреста лет назад прикасались это все делали так что-то тут она такие нас обращать внимание а мы на них обрету два раза для чего вы понятен да смотрите что это серый знаешь на что похоже мы с тобой были в этом и причем и причем свеженькая шурф серый мы были с тобой в музее это может сарболин надо когда осада была просто стрела с арбалета не обновляет ну а чё с наждачкой подошел чуть почувствовал смотри как светится ну вот видишь ярко очень аж отражает небо а вот фрагмент какой-то смотри часовня какая а вот арочка знаете что похоже этот фильм про царя глядона где белка сидит ну вот это очень мощная сессон и смотрите циферблат на черном фоне так прям смотрят сюда когда ты пройдешь курс молодого бойца книга на морскую тематику морскую ракушка морская ракушкой похож на ракушку да но образы с головы но точно не под выдумываешь выдуман то есть у нас как бы что такое соображение то есть это соотношение о соотношении образов да то есть у тебя есть образ грубо говоря дереве да и образ железо да это совмещаешь получается что какая-то свежевая бронированная дверь да то есть соотношение образов а может подожди а может быть это как как будто книга да пошли мы едем и кракушка пошли быстрее помолимся но это надо не там подожди молиться вроде вот в этом надо вот самый который в центре стоит вот туда можно зайти там просто нет на вот просто разные волны мы сейчас везде зайдем это часове и здесь смотри тоже видишь как отреставрирована вот какие-то проемы были да 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 вот 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 увидишь вот старые видно вот вот-вот с командиром интересно гулять он подмечает вот эти вот детали как будто окунаешься окунаешься в ту командира несколько высших образований одно из них там как это художественно ну что-то с этим с архитектурной инженерии связано а да а ну вот и снайпер да то есть вот эти детали еще он смотрит куда лучше стрельнуть чтоб разрушить вот 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 саша серый куда лучше стрельнуть тоже вот интересно да арки видишь как будто как складывается по всему то есть прям ну церковь разрушалась потому что вот это вот кладка для проемов то есть она уже неоднородная возможно пониже может было нет а нет хотя окно видишь могло быть и пониже разрушалась если кто-то на один залезем по истории почитаем скорее всего было разрушение однозначно скорее все потому что судьба многих рамов то есть разрушали восстанавливали сгорели пожары и т.д. а вот решеточки тоже интересный . судя потому что . это уже идет как бы ковка не наладил все тех времен люди делали и судя по всему которые тут убились вытаскивали да неоднородность покривлены да ну 500 лет ребят это серьезно срок зайдем сейчас ребят пойдем внутрь потихоньку только не знаю конечно думаю можно все таки снимать это никак не карается для тех кто не может посетить лавру сергию троицкую чтобы хоть как-то через экраны мониторов немножко как-то прикоснуться к этому ко всему посмотреть монитору Продолжение следует... Пойдём. Ребят, давай выйдем, тут немножко не это... Очень, ребят, необычная... Роспись, как правильно я не знаю сказать... Ребят, мы зашли сейчас в первый храм или монастырь, я не знаю как правильно... Ребят, ну очень красиво, очень... Поверни, чтобы звук нормально был... Очень богато и очень здорово... Вся вот эта роспись, Серёг, как её можно назвать? У них отломает точно... Ты что такое говоришь? Ты сейчас язык оторвут... Да, ну прокомментируй, тебе понравилось, Серёг? По-моему очень круто, я такого нигде вообще не видел... Ну да... Иконописцы... Были специальные люди, которые этим занимались... Их было не очень много, то есть которым доверяют такие большие... Я вообще... Видел своды какие большие, очень... Я даже смелюсь предположить, что это ещё родное всё... И реставрированное... Ну нет, чуть-чуть подреставрировано, оно бы выцвело это всё немножко... Не, ну это я имею в виду... Ты заснял что-то по Годунову? Ребят, Чита был все... Годуновы... Получается в один год... 600-600 каток, грубо говоря... Представилась благоверная царица, великая княгина Мария Григорьевна в Северусе... Потом... Представился благоверный царь, великий князь Борис Фёдорович... И... Благоверный царевич Фёдорович... Сын видотехний, да? Я не могу ошибаться, но год один и тот же... 50-й день, первый день... И всё... Мне больше интересно это... Надо почитать историю... То самое, что интересно... То есть получается... Вот как если человек, который как бы в образовании, то есть общается немножечко... Вот интересно, то есть... Когда тебе просто какие-то вещи говорят исторически... Ты вот... Она пролетела... Да, да... А когда ты приходишь, то есть... И тебе... У тебя... Возбуждает тебе интересы... Ты уже сам начинаешь эту историю копать... Отлично, я допустим, приду, я почитаю про них... Узнаю... Ну что было, да... Почему-то произошло... Верна ли моя... То есть догадка и теория... То есть... Что... Какая-то насильственная смерть была... Или какое-то отравление там... А может быть несчастный случай... И т.д. и т.д. А мы вот не знаем таких вещей... Хотя по факту... Ну... Знание... Как ты говоришь в фильме... То есть голова как библиотека... То есть есть книги... Которые тебе не нужны... Которые тебе не нужны... Просто, чтобы не занимать лишнее место... Просто так не хранишь... Да... Вот так получается какой-то сосуд... А... Святой источник... Святой источник... Кстати, заметено, что у нас на Ставрополе есть... Там тоже святой источник... Который много-много сухин лет... И там исследования... Очень много в этой воде серебра... Поэтому она не тухнет... Да... Ну, говорят, не прописать... Да... Совершенно верно... Сейчас... Обратите внимание... Как ее делают... Да... Вот обратите внимание... Вот здесь... Обратные... Головки... Да... Да... Вот это... Обратные... Да... Обратные... Такие... Это... Литье... Однозначно... И вот... Представляете... Как до боли нужно было... Откручивать... Это все... Сделать... И рассчитать... Чтобы они совпадали... Ну, да... Никаких же... Не было... Компьютеров... Тебе ничего... Да... Вот здесь... Кост... Вот здесь... Кост... Ну... Отливали их... По частям... Потом надо было соединить... Собирали... Видишь... Да... Ну... Ты хочешь сказать... Это очень старая чаша... Да... Конечно... Судя по... Форме... Соединительных... Инструментов... Не инструментов... Аметиза... То... Это... 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 Да... Пошли... Сейчас... 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 Варя... Варя... Куда вам столько много... А китайцы просто... Наливают воду... Она говорит... Шуэй... Шуэй... Типа... Это... Самое... Что... Интересное... Как вы... Допустим... Я смотрел ролик... Египетских... Это... Люди... Которые... Археологию... Они... Проникают в те места... Которые... Которые... Не отреставрированы... Новодилы... Грубо говоря... Которые... В Пекине... Допустим... Там есть... Участок... Китайской... Великой Стены... Называется... Участок... Участок... Туда возят... А есть закрытые участки... Но там... Никто их не охраняет... Они просто как закрытые... Там можно пройти... Вот туда очень интересно... То есть... Прям камень... Старый... Не отреставрированы... Участок... Там как раз... Они как бы... Они делали раскопки... А потом они закопали... И там... Воскресенский мост... Прям вот эти вот... Парки... То есть... Они как бы... Сверху свобу сделали... Прям внутри... Камни... Вот... Вот... Ну это наверное уже... Тоже вещь скорее всего была разрушена... Да... Замазана вот в Ростове... Реставрирована... Вот... Это уже... Советская власть много похилила... К сожалению... Да... Даже на Советской... Война... Плюс еще... Как бы опять же... Говорят... Советская власть... Это интервенция... Это было... Падение на нашу страну... Иностранцами... То есть... К сожалению... Нашими же руками... Так получается как... Ленина все-таки подкупили... И подкупили... Он изначально... Засланный казачок... Да... 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 Ну как... Не засланный казачок... То есть... Родился там... Здесь... В России... Вот... А потом... Просто скажем так... Агент... Потому что... Да любая революция... То есть... Это мы... Раньше как нам рассказывали... Там... Он газету выпускал... Там... Идея... Да... А в те времена... А в те времена... Когда она только начиналась... Типография... Ну... Практически... Это все... Агентурная связь... Надо знать... И деньги... Это же... Ну... То что я читал... Там... Какие грамотные... Они говорят... На самом деле... Сначала... То есть... Стали это все... То есть... Разваливались... То есть... Германия... Ага... А потом... Прикатила... Инициатива... Уже США... Европа... Британия... Британия... Да... Владивосток заходили... Я знаю... Да... Там серьезно все было... Грабили... Ой... Что... Каким-то чудом... Я хочу говоря... Нашу страну... Не подербали... Да... Выстрела как-то еще... Большие сильные объемы... То есть... Люд... Ресурсы... То есть... Не смогли... Я не удивлюсь... Если ты там в покемонов играешь... Вроде... Что... Ты закрыл быстро? Нет... Я пытаюсь задолбить... Чтоб престиж башни... Если... Я тебя сейчас к батюшке на исповедь поведу... Серьезно... Ага... Ну что, ребят... Хочу вам сказать... Закончилось... Закончилось... Так сказать... Наше сегодня дневное паломничество... К святым местам... Алик... Ну как, тебе понравилось? Мне очень понравилось... Ребят... Такое... Вот знаете... Испытываешь умиротворение... Ночью... Я не буду... Много... Базарить... Да... Самим надо посетить это... Так сказать... Да... Потому что через экран монитора... Это все-таки не передать... Обязательно... Если будете... В Москве... Если кто не с Москвы... Да даже если кто с Москвы... Никто ни разу не был... Чего вот сходить... Смотреть этого дедушку Ленина... Лучше вот сюда, ребят... Серьезно... Приедьте... Вот даже я сейчас небольшой секрет скажу... Вот... Серега... Ну... Когда побыл... Я же съешь так... Он классный... Мне понравился... Вот так вот и так... Так что давайте тоже... По нашим следам... Ну а ты... Пусть Серега что-нибудь скажет... Что... Серега... Давай что-нибудь скажи... Такие вещи... Нужно время уделять друзьям... Вот... Обязательно... То есть... Не экономьте на таких вещах... Просто у нас просто время... Приезжайте... Посещайте... И поверьте... Вы... Получите массу удовольствия... Именно духовного... Вот так вот, ребят... Коротко... И ясно... Все... Всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok